Всем привет! Вы на канале Польза Нета. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, разумеется, съемка проводится в ход и выход на сам аппарат. Это Poco F4 5G. Продолжение F3. И что здесь изменилось? Потому что процессор вроде бы тот же. Здесь добавили у нас оптической стабилизации, помимо цифровой. Добавили возможность съемки в 4К 60 фпс. Разумеется, память побыстрее. Разумеется, экран получше. Потому что здесь минимальный шим и, если сравнивать с любыми девайсами от OnePlus, это просто цвет, блеск, красота. Но это наверху айсберга. А что у нас внизу, вы узнаете в ролике. Смотрим. Сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, Xiaomi Poco F3. Видите оговорочки по Фрейду? F4 на канале. С F3 я хожу. Не особо радуюсь. Датчик приближения а-ля сделали. Но это не так. Во всяком случае, идеально он точно не работает. Там много недостатков, но ходить с ним можно. За те деньги, за которые он продавался, это был цвет, блеск, красота. Сейчас то же самое. 5G, 6 гигабайт внутренней оперативки, 128 внутренний, черный. И покупал я его так же, как и вы на распродаже. Пришел он, наверное, мне около недели назад. То есть шел стандартно недели 4. В чем особенность Poco? Они сейчас решили, конечно, все закрыть. Они K50 Pro скопировали, когда этот Poco F4 GT выпустили. Посмотрите, у меня есть и на K50 Pro обзор и на Poco F4 GT. Они уже копируют, получается, супер-мегаэкономные Redmi. Ну или по-другому Realme, там, Narza выпускает C30. Обзор на который тоже будет на канале, уже тестирую. Вот это, конечно, они не отпускают от себя. Это супер-мега-блеск. Что тут поменялось, учитывая, что процессор тот же самый, 870-й, я пытаюсь узнать. При том, что камера здесь сделана так же, как в K50 от Redmi. Ну, по большому счету, Poco копируют Redmi. Type C-шник не на абсолютно, не по центру. Почти по центру, но не по центру. Миниджек отсутствует. Инфракрасный порт присутствует. Вот, если брать по подбородку, фронталка по центру, защитная пленка на месте. Никаких направленных микрофонов нет. Вижу, здесь много лет вспышек. Посмотрим, какие работают. Никаких заглушек, это хорошо. Если брать физические, две сим-карты можно запихать. MIUI 13-й версии. Разумеется, сразу сходу у нас здесь будет русский язык. Сколько все это дело весит, сейчас вы увидите. Не забудьте, еще раз повторяюсь, прийти на Twitch, посмотреть, как уже гонял. На лайв-канале сможете посмотреть в записи. 198 граммов в играх одновременно со стримингом в Twitch. 67 ватт зарядка. Видали мы и на 100 и с лишним. И вроде бы хорошо, что они положили переходник с Type-C на миниджек. Это, во всяком случае, они принимают то, что все-таки миниджек нужен. Никаких здесь триггеров нет. Кнопки на одной стороне. В целом, мне эта штука нравится. Главное, что мы сейчас еще сможем проверить. Разумеется, это стандартно. Размеры. 163 мм на 76. В толщину с блоком камер 10,6. Без блока камер 8 мм. Чехол не особо сильно пахнет химией, но не особо плотно сидит. Хорошо, что здесь нет вот этого вот штуковины, который заклепка приходилось отдирать. Все хорошо. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Разумеется, разыгрывается два смартфона и пять ми бэндов шестой серии. Притом, ми бэнды разыгрываются ежемесячно 30-го числа на канале для стримов. Притом, туда еще выгружаю стрим из твича, где гоняю данное устройство. И пока F4 не был исключением. Подписываемся с колоколом. Пишем в комментах, что вы еще хотели увидеть на обзор. Всем за любой коммент спасибо, кроме мата, хамства и рекламы. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки, а именно черный, серый и зеленый. Внешне смартфон выглядит как Redmi K50 Pro, либо как Redmi K40S. Притом, там вообще Ctrl-C, Ctrl-V, даже по начинке. Дизайн привлекательный, тыльная часть выполнена из глянцевого стекла, рамки алюминиевые, а с фронтальной части экран закрыт, корнин Gorilla Glass 5 версии. В руке без чехла, как и с чехлом, лежит удобный, не выскальзывает, но тыльная часть очень маркая. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что не радует, но является обыденным. Два микрофона, два основных динамика, один разговорный, звучание здесь стерео и Dolby Atmos. На борту сертификация Hi-Ros Audio и Audio Wireless. Звук хороший, вдобавок есть еще и кастомный эквалайзер. Во время прослушивания музыки, если держать смартфон не в чехле, можно ощущать незначительное дребезжание в области блока камер, несмотря на это сборка у смартфона качественная. Также на борту расположили икопорты, за это спасибо, а вот миниджека нет. Салазки прорезинены, но официальная защита от влаги производитель, что неудивительно, не заявлял. Не флагман это. Летим дальше. Poco F4 5G оснащен E4 AMOLED DOT дисплеем на 6,69 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, Full HD+. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 395 ppi. 100% широкая цветовая гамма DCI-P3, контрастность 5 миллионов к одному, поддержка Dolby Vision и HDR10+. Технология MEMC на борту, калибровка цвета TrueCala. Яркость 900 нит, пиковая яркость 1300 нит. При прямом попадании света на экран яркости хватает, вглядываться не приходилось. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц и автогерцовка. Тач на 360 Гц, тест на частоту дискретизации касаний вы сейчас видите на экране. Результат меня очень порадовал, думаю, порадует и вас. 10 димминга нет, он здесь по мне вшит, потому что ШИМ на 100% яркости 5,5, на 50% 16,6%, на минимальный 30, на 0,12,5. Показатели неплохие, в целом глаза от экрана у вас уставать не должны. Я не чувствителен к ШИМу здесь, даже если бы космос самсунговский был, было бы мне все равно по большому счету. Автояркость работает прекрасно, так как установлен датчик окружающего освещения 360 градусов. Он быстро и точно адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок, полноценный Always on Display есть. Далее, мультитач, разумеется, на борту и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно и хорошо, но не сказал бы, что супер быстро. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно, но на работу сканера это вообще никак не повлияет, быстрее работать не будет. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Зарегистрировать биометрические данные можно до двух лиц, что удобно, если вы вдруг на двоих смартфон покупаете. Подбородок небольшой, во время использования смартфона его практически незаметно. В целом экран хороший, цветопередача приятная, картинка четкая и насыщенная. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 870 с техпроцессом 7 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 650, интерфейс доступен на русском языке. MIUI Global 13 версии на базе андроида 12 версии. В работе интерфейс слегка подглючивает. Оперативная память LPDDR5 на выбор 6 или 8 гигабайт. В настройках можно выставить еще виртуальные 2 гигабайта. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии. Поддержка 5G сетей, так как установлен модем X55, что нас не особо волнует, если мы не в центре Питера или Москвы живем. Для 4G есть 7-й и 20-й бэнд. Звучание во время звонка отличное. Микрофон отрабатывает хорошо. Датчик приближения не подводил, что особенно радует. Записи разговора в стоке есть, но с уведомлением собеседника о начале записи. Потому что глобалочка это. Ви оу лте есть, а ви оу вайфай не завезли. Вибромоторчик линейный, по оси X тактильно неплохой, но настроить можно только уровень тактильной отдачи. Чуть лучше среднего, топовым не назвать. Bluetooth предпоследней версии 5.2 за глаза NFC, разумеется, поддерживается. Можно Мирпэй установить и оплачивать. Из навигации на борту GPS, галерея OQZSS, GLONASS, Beidou и NAVIC. GPS-тест показывает точность до 3 метров, при условии, что рядом есть высотки. Неудивительно для этого процессора, это максимально, что он может. Емкость аккумулятора 4500 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. Беспроводной зарядки нет. PC-марки он выдал 8 часов 21 минуты, осталось 20%. Стандартные все тесты в PC-марке провожу при 120 Гц на максимальной яркости. Заряжается он с нуля до сотки от родного адаптера питания по моим тестам 42 минуты. Поедает за час просмотра видео на ютюбе по Wi-Fi при максимальной яркости экрана 14% заряда. За 1 час 20 минут игры в Diablo Immortal при одновременном стриминге в твиче на 720p в производительном режиме уходит 24%. Играть можно, но через некоторое время вылетает то игра, то твич. Нагревается он ощутимо, если играть без стрима, то смартфон справляется хорошо. За 1 час игры в Genshin Impact на средних настройках графики улетает 21% заряда. Во всяком случае за первый час, второй час чуть-чуть больше. Играть можно без проблем, картинка довольно плавная, но изредка проскакивают фризы. Перейдем же к тестам. Троттлинг тест проходит 200 гипсов минимально, максимально 318 гипсов, в среднем 237 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в синглкоре 982, в мультикоре 3242, в 3D марке показал Wildlife 4333, Wildlife Extreme 1247, Wildlife Stress Test 4343, Wildlife Extreme Stress Test 1246, SlingShot Extreme и SlingShot на максимуме. В Antutu выдал результат в 662 тысячи попугаев, более чем достаточно. Storage Test показал приличные 39 644 балла, я ожидал больше. 45-минутный стресс-тест прошел неидеально, результаты вы видите на экране, летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из трех модулей и одной двухцветной светодиодной вспышкой. Основной широкий модуль на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и 2 мегапикселя макрообъектив. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 фпс, сверхстабилизация работает только при 1080p 30 фпс, замедленная съемка имеет максимальное разрешение 1080p 120 фпс. В стоковой камере есть много различных режимов, таких как клонирование, двойной режим киноэффекта и тому подобное. Фронтальный модуль на 20 мегапикселей, находится он в небольшом вырезе в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео здесь тоже не супер, 1080p 60 фпс. Основной модуль снимает хорошо, картинка слегка по мне правда дерганая, но цветопередача приятная. Вот так вот в довольно таком дешевом средничке есть 4К 60 фпс. Я скажу, неплохой такой 4К, плавненько, x6. На ультраширике максимум 1080p, да, баланс белого плюс дергание, но опять же помним, что это свежак. Допустим тот же Poco F3 они допилили через год. Этот я думаю допилят побыстрее на опыте. Фронтальная камера 1080p 30 фпс, что позади вы видите, точнее вы видите, что там облака, и даже он пытается как-то их рисовать периодически. Но с экспозицией, со всеми остальными прелестями, кроме моего лица, такое себе. С одной стороны, с другой стороны, мне нравится здесь стаб, я снимаю с одной руки, я не знаю как микрофон, но то, что я вижу на экране по стабу, а роллинг шаттер вроде бы даже есть, только хотел похвалить. Не худший вариант, не худший, опять же после BBK, того же x80. И разумеется режим двойного видения, при том видео. При том его можно менять в онлайне. Если посмотрите на OnePlus Ace, который недавно был на канале, понятно, BBK воюют потихонечку вместе с Xiaomi за право продавать самые жирные среднячки. Но пока вот в плане двойных камер и одновременной двойной съемки здесь в средняках у Xiaomi все лучше. И в плане, опять же, моего ощущения по фронталке стабилизатора, может даже сравню. Еще немного 4К 60 фпс, но уже съемка с двух рук. Допустим, вы снимаете объект, идете рядом даже без стабилизатора. По мне, очень даже ничего так. 1080p 30 фпс, даем фору данному смартфону. Почему? Потому что съемка без очков. А когда съемка без очков, конечно, смартфону легче, с одной стороны. Потому что автофокусы по глазам работают тоже, в идеале. Но, в целом, мы видим, что фронталка, по мне, очень сильно искажает. И хотя стаб более-менее отрабатывает, ощущение, что она очень сильно врубает роллинг-шаттер. Опять же, это мое субъективное. Дальше можно будет уже смотреть в более сложный... Ну, смысл этих сложных условий. Вот вы сейчас видите, что это уровень аппарата за 10 бибикеевского какого-нибудь. Может быть, на компьютере будет лучше? Наверное, напишите мне, как вам фронталка. Как вам никак фронталка. Никакая. Ну, в общем, я не знаю, что здесь сказать. Пока! 4К 60 фпс и наши любимые голуби. Не будем им мешать сильно. Да и им, по-моему, не помешаешь. Вот так они гуляют. Так они никого не боятся. А были времена, когда их ловили и ели. С одной стороны, с другой стороны, кто-то называл их летающие крысы. Потому что они переносчики заболевания. Но это все не важно. Мы же проверяем камеру. Сейчас проверим автофокус. Раз, два и три. Ёлочка, гори. Минусы USB Type-C версии в 2.0. Нет возможности расширить внутреннюю память, ставив microSD. Нет миниджека. Не хватает стабильности самому смартфону. И можно сказать, что это шаг вперед-два назад. Потому что смысл было делать эту серию, когда процессор даже тот же. Ну, что-то где-то обновили. Но как-то получилось, как всегда, если честно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Есть ли промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. 22-го числа. На Алиэкспрессе стартует распродажа. Будет море суперских предложений. Я уверен, что они просто-напросто откорректируют цену любого девайса курсом Алиэкспресса. То есть они просто снизят доллар к рублю. Потому что у них сейчас эгигей, какая разница между биржевым курсом и курсом Алиэкспресса. Мне кажется, самая невыгодная площадка по курсу с другой стороны. Ценники адекватные. Деньги при необходимости возвращаются. Все посылки мне последние полгода приходят. Пусть иногда я и с задержкой. Четыре с половиной недели я ждал свой Mi 11 Ultra за 34 тысячи рублей. К слову, тоже скидывал в телеграм-канал скидок, когда покупал. Подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи. Телеграм-канал, в котором мы постим фото и видео примеры с различных смартфонов. Всегда сможете узнать, что и как может снимать. Разумеется, исходники туда тоже кидают при необходимости. Резюмировать хотелось бы довольно просто. Это Poco F3. Смысл, если у вас есть Poco F3, покупать Poco F4? 0. А второй вариант. Если вы собираетесь покупать что-то из линейки на MIUI, Poco F3, Poco F4, забудьте все, что я вам рассказывал. Есть в этом аппарате плюсы. Но за те же деньги лучше пойти и купить OnePlus. OnePlus Ace, OnePlus Racing Edition. Притом даже в российском ритейле ценник будет в каком-то смысле даже лучше. Чем лучше OnePlus? Кроме шима, потому что шим там больше. У OnePlus лучше все. Производительность, стабильность, если не брать шим, даже экран. И не говоря уже о съемке. Поэтому всем, кто решил приобрести игровой смартфон, я никогда не топлю за МТК. Для меня Qualcomm'овские процессоры лучшие. Но 8100 Max, на которых сделан OnePlus Ace, по-другому 10R, или по-другому следующая их реинкарнация, OnePlus Racing Edition, там чуть-чуть по-другому все. Смотрите обзоры, смотрите разницу в спеках. Раз, вы сэкономите. Два, вы получите более стабильное устройство. Три, они будут вас радовать значительно дольше, чем вот эти штуки. И, по большому счету, в сравнении в интернете море целесообразность Poco F4 5G, учитывая, что на Али они отключили бесплатную доставку, а там, где она бесплатна, ценник выше, чем в российском ритейле, они пошли бы они сами покупать свои смартфоны. Но это мой взгляд, он всегда довольно странный. Поэтому, надеюсь, кому-то было все это дело полезно. Не считаю, что Poco F4 GT снимает лучше, чем Poco F3. Никакие даже сравнения в YouTube выкладывать не буду, потому что одно и то же. Вот Ctrl-C, Ctrl-V. Я хожу с этим делом. Вот с этим. И снимаю в телеге на него. Подписывайтесь на канал с колоколом. Подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи. Телеграм-канал скидок. Нас там почти уже 66 тысяч человек. И телеграм-канал польза грамм. Там мы делимся фотографиями и видео с новых и старых девайсов, чтобы вы смогли выбрать себе по душе какой-то мобильный гаджет, который вас будет радовать. Девайсу не мое однозначно. Чье-то там да. Кто успел урвать этот девайс с бесплатной доставкой по 21 тысячи, сейчас продает его на авито. Добра и удачи вам, дорогие друзья.